Добрый вечер! На канале Буктовая большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади и самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты и, конечно, о главных событиях недели. Сегодня в выпуске. День медицинского работника отмечают в эти выходные. Кто они? Люди, стоящие на страже здоровья берестейцев. Туризм должен стать неотъемлемой частью экономики страны. В Бресте прошло расширенное совещание депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Поддержка талантливой и одаренной молодежи – приоритет политики. В городском исполнительном комитете чествовали талантливых юных брещан. А сейчас обо всем по порядку. В преддверии тысячелетия большое количество важных городских объектов получили новый облик в списке и больница скорой медицинской помощи. Обновленное здание открылось на текущей неделе. Участие в мероприятии приняло руководство области и города, представители Министерства здравоохранения. Сегодня это трехэтажный комплекс, соответствующий всем требованиям времени, оснащенный новейшим диагностическим оборудованием. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Здание больницы скорой медицинской помощи требовало перемен и реноваций давно. Приемное отделение учреждения здравоохранения выходило на центральную городскую улицу – улицу Ленина, что создавало некоторые неудобства как для пациентов, так и для самих докторов. Теперь в распоряжении врачей и медицинских сестер новый трехэтажный корпус. Построен корпус к нашей больнице, в которой расположилось на первом этаже приемное отделение, на втором этаже диагностическое отделение, на третьем этаже административное помещение. Вложено в строительство и в оборудование средства городского бюджета. В сумме общая стоимость объекта 7 миллионов белорусских рублей вместе с оборудованием. Помог также и Минздрав в поставке сложного технологичного оборудования, так и компьютерный томограф, магниторезонансный томограф. Тоже это в сумме трех миллионов белорусских рублей. Возвозился новый объект силами представителей компании «Продом». Сдан корпус был несколько раньше намеченного срока. Немалые средства были вложены в реконструкцию. Однако теперь брещане получили современные учреждения здравоохранения. Торжественный момент перерезания ленты, и вот уже почетные гости проходят внутрь, чтобы оценить все то, что было сделано. Уютные кабинеты и просторные процедурные, лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, аппараты КТ и МРТ. Все для того, чтобы сделать пребывание пациента в лечебном учреждении максимально комфортным. Министерство здравоохранения уделяет большое внимание, прежде всего, развитию высоких технологий не только в столице нашей страны, а в регионах. И город Брест, Брестский регион является лидером в этом направлении. И ежегодно с уровня республики в регион поступает высокотехнологичное оборудование. К примеру, в прошлом году поступил ПРАДКТ, МРТ в эту больницу. И мы сегодня в преддверии праздника открываем введенное в строй оборудование, которое позволит увеличить доступность диагностическим исследованиям по компьютерному диагностике, по исследованиям в области МРТ. По итогам года система здравоохранения Брещины названа самой лучшей и продуктивной в стране. Во многом благодаря тому, что область оснащена необходимым оборудованием и технологиями, как для диагностики заболеваний, так и для их лечения. Теперь качество оказания медицинской помощи в Бресте станет еще выше. Как отметил губернатор региона Анатолий Лис, теперь эту планку нужно удержать и закрепить. Сегодня много наших граждан задумываются о своем здоровье, они проходят обследование добровольно, это очень радует нас. Ну а то, что касается укрепления материальной базы, естественно, что это не один объект, и мы будем делать и продолжать строительство, модернизацию. В этом году у нас начато строительство корпуса детской областной больницы, и тоже будет установлено вот такое новейшее оборудование. Другие, значит, вы знаете, отделение генодиализа мы открыли в Драгичине. И еще рад объектов, которые будут строиться, будут открываться. И в дальнейшем мы проектируем вот новый корпус медицинского центра, который должен быть также со временем построен в городе Бресте, в новом микрорайоне Юго-Западе. Торжественное открытие нового корпуса состоялось в преддверии профессионального праздника медицинских работников, что особенно символично. Церемония продолжила череду праздничных мероприятий для тех, кто стоит на страже здоровья жителей Брестской области. Праздничное мероприятие по случаю Дня медицинского работника принимал областной общественно-культурный центр. Здесь свои заслуженные награды получили самые талантливые представители системы здравоохранения области. Все учреждения здравоохранения Брестской области, у нас они работают сейчас в статном режиме и обеспечены, наверное, даже лучше, чем в республике, кадровое обеспечение. Коэффициент совместительства у нас минимальный, 1,01 у медсестера, 1,13 у врачей. Всего 7,5 тысяч врачей, 17,5 тысяч среднего медперсонала. А вообще в нашем здравоохранении Брестской области работает 43,5 тысяч медработников. Это большая армия, которая оказывает помощь нашим пациентам. Труд медицинских работников непростой, но очень нужный и ответственный. Забывая об отдыхе, а порой и личных амбициях, так и остаются верными клятве Гиппократа, приходя на помощь тогда, когда это необходимо. И пусть не всегда они слышат слова благодарности за свою работу, но они понимают, их дело важно и нужно людям. В эти выходные свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В преддверии профессионального праздника прошло большое количество торжественных мероприятий. Чествовали людей в белых халатах, тех, чья жизнь – это служение на благо общества, официальные лица города, руководители медицинских учреждений, представители районных и городских комитетов. Традиционно этот день стал прекрасной возможностью сказать спасибо всем тем, кто однажды принес клятву Гиппократа и остается верным своему долгу на протяжении всей жизни. Рассказывает Наталья Луговкина. Профессиональное сообщество, продолжатели дела Гиппократа, все те, чьи ежедневный труд – это борьба с человеческими недугами, принимают поздравления с профессиональным праздником в эти дни. В Центральной городской больнице Бреста состоялось торжественное награждение лучших главой города Александром Рокачуком. В поздравительном обращении к профессионалам своего дела мэр, кроме слов благодарности, особо подчеркнул важность тесного взаимодействия руководителей медучреждений с властями города. Спасибо вам всем за работу, спасибо вам за то, что городская медицина развивается и вот буквально за короткий период, смотрите, мы с вами госпиталь открыли. Вчера очень много руководителей здесь присутствовали на окончании строительного проекта пристройка больницы скорой медицинской помощи, то есть то, о чем еще и Машевский мечтал, наверное, и Олег Иванович еще в то время мечтал даже об этом. Это стало явно. Станция скорой медицинской помощи на улице Суворова, мне кажется, и архитектурно, и с точки зрения здравого смысла, логистики тоже на своем месте. Продуктивность проделанной работы очевидна для жителей нашего города. Получать квалифицированную помощь в комфортных условиях – это то, что важно для брещан. При этом не стоит останавливаться на достигнутом и после проведения тысячелетнего юбилея города. Предстоящая работа по реконструкции и строительству не менее значима, резюмировал Александр Рогачук. Надо думать о том, что будет в 2020 году, и у нас уже сейчас формируются тоже дальнейшие планы. Это так называемая железнодорожная больница, которую мы сегодня говорим, требует и эстетики, и операционного блока. Это покоечные места вокруг вот этого замечательного учреждения здравоохранения, дальнейшие совершенствования материальной базы, ну и, конечно, строительство нового медицинского центра в дальнейшей части нашего города. Очень хороший, амбициозный проект. Отдел Настущных глава города с удовольствием перешел к делам торжественным. Награждение лучших сотрудников медицинских учреждений сопровождалось словами личной благодарности Александра Рогачука за высокий профессионализм и ответственное отношение к своему делу. У каждого из этих талантливых людей свои секреты работы с пациентами. Доброта, терпение, забота, душевность, какая-то самоотдача, самоотверженность и, наверное, трудолюбие, терпение. Наверное, самое лучшее качество человека и работника в любой сфере, которая должна, наверное, существовать. Но врач – это, наверное, особое какое-то понятие, которое сочетает в себе все вот эти характеристики. Врач должен обладать таким качеством, как доброта и сочувствие, переживание. Потому что к нам приходят, обращаются люди. И важно, чтобы понять их боль, понять их переживание. И, соответственно, что можно оказать необходимую какую помощь. Честовали профессионалов своего дела и в Брестском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Служба, работа которой малозаметна для простого обывателя, ежедневно справляется с серьезными задачами по обеспечению сохранения здоровья разных категорий граждан. Особое внимание здесь за всем тем, что связано с юными брещанами. Контроль за качеством питания в учреждениях образования является одним из приоритетных направлений. По итогам за последние два года, за 17-18 годы, Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии занял первое место среди зональных центров гигиены и эпидемиологии. Сегодня на современном этапе, конечно, наша работа сложная. В связи с изменением законодательства постоянно приходится пополнять свой багаж знаний. Постоянно должен быть профессиональный рост, железное терпение, ну и большой жизненный тонус, чтобы работать в нашей службе. Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы ежегодно проводят тысячи обследований объектов, учреждений и организаций. Оценивают качество продуктов и питьевой воды, исследуют внешнюю среду. Коллектив профессионалов успешно справляется с поставленными задачами. Лидирующая позиция, удерживаемая зональным центром на протяжении последних лет, лучшее тому подтверждение. Хочу поздравить всех своих коллег с наступающим праздником Днём медицинского работника. Наверное, хочу поблагодарить их за верность профессии, за трудолюбие, за высокий профессионализм. Много теплых слов от представителей власти, руководителей медицинских учреждений прозвучало в этот день. А прекрасная концертная программа добавила приятных впечатлений награжденным и гостям праздника. Коллектив хороший, дружный, ремонт у нас хороший, всё вроде бы как-то, ну не знаю, очень хорошо, приятно. Приятно идти на работу, приятно, когда тебя оценивают, замечают, очень приятно. Благодарна своему коллективу, своим девочкам в коллективе за хорошую работу, за хорошее отношение в коллективе, за сплочённость в работе, взаимопонимание, поддержку всегда. Ну, очень благодарна всем и очень рада, что меня оценили, мой труд на таком высоком уровне. Наталья Луговкина, Эдуард Бакунович, Павел Малошонок, Антон Луговкин. Итоги недели. Перспективы развития туризма обсудили накануне в областном центре. Здесь состоялось выездное заседание представителей постоянной комиссии Палаты Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике. Брестский регион в качестве площадки проведения мероприятия был выбран не случайно. Приграничный регион активно принимает и внедряет в работу нововведения, а геополитическое расположение определяет развитие здесь интересных форум и предложений для туризма. Анастасия Ноздрин-Плотницкая продолжит тему. Расширенное заседание комиссии принимал конференц-зал гостиницы «Хэмптон-бай-Хилтон» – один из объектов туристической сферы Бреста. К слову, кроме столицы из всех региональных центров Беларуси, только город над Бугом стал партнером компании отельной индустрии с мировым именем «Хилтон». И таких примеров единичного, точечного и при этом результативного сотрудничества в Бресте и Брестской области немало. Да, многое определило географическое положение, однако это же и подталкивает и представителей вертикали власти, и сотрудников туристической индустрии к тому, чтобы активно меняться и идти в ногу со временем. Заседание депутатского корпуса – это возможность сверить часы и определить, что еще нужно сделать для того, чтобы туризм стал важной составляющей экономического сектора страны. У нас очень доброжелательный народ. Это отмечают все в плане подготовки сейчас к европейским играм. Мы себя уже показали, поэтому люди к нам едут за время предыдущего чемпионата мира по хоккею. Далее у нас очень красивая природа. И то, что отмечают иностранцы, с которыми мы все время общаемся, это то, что у нас чистый воздух, то, что у нас красивые леса, то, что у нас хорошая вода и то, что у нас чистые экологичные продукты. И вот прям совсем пару дней назад нам сказали, мы пересекли границу Брестской области и приобрели такую ароматную клубнику и землянику. Это ехали люди из Франции, туристы, которые помогают в организации европейских игр. И вот они говорят, что это преимущество надо показать. Приветливые люди, чистый воздух, природа и настоящие экологически чистые вкусные продукты сегодня – это важная составляющая развития туристической индустрии. Но, как показывает практика, только этого недостаточно. Большое внимание туристы уделяют качеству обслуживания многообразию представленных кухонь, удобству номеров, одним словом, комфорту пребывания. И в этой теме, по мнению депутатов, еще есть над чем поработать. Я считаю, что мы очень хорошо сохранили наши белорусские традиции. Нам есть что показать в плане развития нашей кухни. Ну и теперь, конечно, нам надо потихонечку подтягивать наш сервис. Нам надо уметь обслуживать. Нам надо вспомнить, что мы умеем улыбаться, что мы очень красивый народ, все говорят о том, что у нас красивые люди. И что мы европейская страна, мы маленькая европейская страна, которая является не только транзитной. Стремление к совершенствованию туристической сферы и в целом к развитию многофункционального города Бресту присуще давно. Сегодня здесь экономические площадки соседствуют с расширенной социальной инфраструктурой. Город становится максимально доступным и удобным как в центре, так и на окраинах. При этом здесь читают свою историю и то архитектурное наследие, которое сохранилось до наших дней. Священная цитадель вместо героизма советского народа, памятник архитектурного и оборонительного зодчества, принимает более 500 тысяч посетителей в год. Комплекс «Был» остается популярным как у брещан, так и у гостей из-за рубежа. Это стало возможно благодаря постоянному поиску новых необычных решений и выбранному формату работы. Посетитель должен прикоснуться душой и прочувствовать энергетику важного исторического места. Мне кажется, мы уже действительно немало сделали и, наверное, последнее время, а еще в будущий год покажет, что мы еще что-то новое привнесем. Не привнесем, а сделаем для наших посетителей, не только иногородних, но в первую очередь мы делаем для белорусов, для брещан, чтобы они лучше знали нашу историю. Но дальнейшая перспектива, чтобы к нам больше ехали, я имею в виду пока только нашу брестскую крепость, это, наверное, приведение в надлежащее состояние тех объектов брестской крепости, которые не только связаны с мемориальным комплексом, с территорией мемориального комплекса, а все остальные. Это и Волынское укрепление, это, конечно, и Кобринское укрепление. Развивать сегодня важно не только внешний, но и внутренний туризм. Не последнюю роль здесь играет ответственность туроператоров за оказываемые ими услуги. Это будет предусмотрено в законодательстве о туризме, которое сегодня претерпевает изменения. Один из нюансов этого закона – это определение финансовой ответственности туроператора. Поскольку данный субъект хозяйства не является ответственным за формирование тура и его последующее продвижение, на нем, по сути, должен лежать основной объем ответственности. Турагенты, которые занимаются продажей туров, они, по сути, вовремя функции посредников, и в этой связи их ответственность продиктована условиями договора оказания турослуг. Но если говорить конкретно об объеме ответственности при фактическом оказании, то, безусловно, такой объем ответственности лежит за туроператором. Для туроператора необходим какой-то определенный финансовый багаж, чтобы любые ситуации, связанные с потребителем, могли разрешаться, ну, во всяком случае, максимально полно. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Итоги недели. Они юны, красивы и бесконечно талантливы. В городском исполнительном комитете по инициативе председателя горосполкома Александра Рогачука состоялась встреча с подрастающими брестскими дарованиями Дарьей Скоморощенко и Владиславом Якимовичем. В теплой, дружеской и практически семейной обстановке начинающие звездочки рассказали о своих успехах в знаменитом шоу Максима Галкина «Лучше всех», поделились творческими планами на будущее и обсудили с главой города планы своего участия в праздновании тысячелетнего юбилея Бреста. Рассказывает Наталья Луговкина. Брест – город талантливых детей. Под таким девизом проходила встреча руководства города с одаренными ребятами в овальном зале горосполкома. Лучшие представители молодежи, несмотря на юный возраст, по-взрослому обсуждали с главой города перспективы творческого развития Бреста. Нужно отметить, что городские власти с вниманием относятся к инициативам горожан. И возраст инициатора не является определяющим моментом. Доказательством тому служит международный шахматный фестиваль «Черная пешка», идейным вдохновителем которого стала в 2017 году шестилетняя Дария Скоморощенко. Здравствуйте! Меня зовут Дария. Мне 5 лет, я приехала из города Бреста. Девочка с огромными карими глазами, покорившая жюри многих конкурсов и телепроектов, своей непосредственностью и уникальными творческими способностями не останавливается на достигнутом. Я начинаю писать свою первую книгу, а это книга про утенка и цыпленка. Там у них приключения, они попадают в лес. Я ее давным-давно написала, когда была маленькой, ну просто часть какого-то продолжения. Вот теперь у меня это заполнилось, и я решила ее написать как настоящую книгу. В этот вечер внимание всех собравшихся было приковано и к еще одному гостю. Владислав Якимович – участник и победитель различных конкурсов. В отличие от Дарии, на встрече с мэром был впервые и, естественно, поначалу был несколько смущен. Но атмосфера, царившая в овальном зале горосполкома, приветливое, уважительное общение главы города с подрастающей звездой, быстро изменили ситуацию. Мальчик охотно поделился своими успехами в школе, рассказал о волнении перед выходом на сцену. Очень серьезно, по-взрослому, отвечал на вопросы представителей Академии детских инициатив. Страшновато было, случайно, чуть-чуть. Ну, потом раскрепостился. Буду выступать на конструкцию. В завершении встречи юные таланты получили от главы города подарки. И если большой пакет сладостей просто улучшил и без того отличное настроение, то памятная монета, изготовленная ограниченным тиражом к юбилею Бреста, останется знаковым напоминанием о приятном знакомстве с мэром родного города на всю жизнь. Это твоя семейная будущая ценность, которую ты будешь передавать из поколения в поколение. Потому что тысячелетия бывает только раз в тысячу лет. Дружеская обстановка и теплообщение оставили много положительных эмоций от встречи и у главы города. Для меня очень трогательно, что молодые наши брещания пропагандируют и продюсируют наш город Брест, делают его еще более узнаваемым, делают его наполненным не только патриотическим или одним историческим компонентом, но и фактом своего таланта, своего самовыражения, делают таким городом для жизни. Я восхищен нашими детками, рад, что таких детей в нашем городе очень много. Задача органов власти создавать условия для их самореализации. Но в этом контексте я хочу подчеркнуть особую роль родителей. В том, что детки стали такими. Низкий поклон родителям и папам и мамам, которые инвестируют в своих детей, получают ту отдачу, которая не только их как родителей повышает, их уровень, статус, но и повышает в целом наш город. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Ежегодно 14 июня в разных странах мира, в том числе и в Беларуси, отмечают Всемирный день донора крови. В Бресте в рамках даты состоялся целый цикл различных мероприятий, благотворительные акции, пресс-конференции, встречи, на которых почетных доноров награждали знаками отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Словом, неделя выдалась насыщенной на события. О том, как удается Брещене который год занимать лидирующее место в Беларуси по безвозмездному донорству, наш следующий сюжет. Всемирный день донора – еще один повод совершить благое дело. О том, как же просто делиться жизнью, показали на личном примере представители органа власти. Масштабная акция развернулась на территории Брестской городской поликлиники номер 2. Поддержали благое дело заместитель председателя Брестского облсполкома Геннадий Борисюк, начальник главного управления по здравоохранению Брестского облсполкома Виктор Михайловский и главный санитарный врач области Елена Ильяшева. Добровольно и безвозмездно. Сдача крови – это прежде всего помощь людям. И то, что мы активно это пропагандируем, то, что помогаем, это, наверное, без сомнения важно, нужно и это нужно поддерживать. По этому году мы уже 330 тысяч сэкономили. Планируем за эти деньги купить три аппарата, прототивных УЗИ аппарата, которые будут ездить в Бресте, Бараночьи, Пинске, межрегиональных центров, и они будут их использовать при обследовании пациентов при выезде в районы, для того, чтобы приблизить помощь ультразвукового обследования в тех районах, где это, скажем, более проблематично. Также мы планируем еще по этому году эндоскопическое оборудование закупить. То есть все деньги, что мы экономим, мы стараемся купить оборудование, которое потом оказывает помощь всем людям в нашей Брестской области. К процессу безвозмездной донации подключились представительницы Белорусского союза женщин. Вообще, Брещан неравнодушны к судьбе и спасению жизни других людей. Очень много. Широкомасштабная работа по безвозмездной сдаче ведется во всех регионах области и активно продолжается в настоящее время. Говоря о высоких процентах, мы говорим о том, что это большое количество спасенных жизней. Ведь кровь в первую очередь нужна для родильных отделений, хирургических отделений и, в принципе, направлена на спасение жизни каждого человека. В преддверии празднования Всемирного дня донора на базе Брестской областной станции переливания крови состоялось чествование. Знаками отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь почетный донор. Высокого звания удостоились 15 человек, безвозмездных дарителей людей, чья главная жизненная позиция – не оставаться в стороне от чужого горя. Благодаря таким, как они, спасенных жизни стало больше. Чествовать обладателей почетной награды пришли представители различных общественных организаций, среди которых были очень важные гости – рецепиенты жизни, здоровье которых напрямую зависело от донорской крови. Сегодня донорам крови от нашей организации хочется выразить огромную благодарность, потому что мы, наше сообщество, практически все являемся рецепиентами переливания крови, так как из-за нашей болезни нам многим и часто приходилось делать переливание. Для многих это была даже жизнь или смерть. Поэтому сегодня мы пришли выразить благодарность всем тем, кто дает нам возможность жить. Встреча не обошлась и без представителей Брестской городской организации Белорусского общества Красного Креста. Они пришли, чтобы поздравить доноров с получением почетного звания и вручить подарки. Одно из направлений Белорусского общества Красного Креста является пропаганда безвозмездного донорства. Мы вплотную занимаемся этой проблемой, потому что считаем, что есть доноры, значит и жизнь спасается от чья-то. Сегодня Брестская область лидер в области донорства, но врачи подчеркивают, несмотря на большие запасы, необходимость в продуктах крови есть и будет всегда. На станции переливания ждут добровольцев не только в особенные даты, а каждый день. Для того, чтобы создать достаточные запасы крови для удовлетворения потребностей на переливание больным в больницах, в среднем должно прийти 60, 70, 80 человек и сдать кровь. Каждый день должны прийти. И каждый день, независимо от погодных условий, вот мне сегодня звонили, говорят, вот такая жара, а вы там поедете кровь брать в пятницу. Вы знаете, к сожалению, больные ждут, больным нужно, поэтому у нас нет ни жары, ни холод, нас не останавливают. У нас идет планомерная, спланированная ежедневная работа по обеспечению запасов. Виктория Нечаева, Наталья Луговкина, Павел Малошон и Кантон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели» на Бук-ТВ. Говорим о главном. Кто-то покоряет горы и моря, кто-то страны и континенты, а кто-то YouTube. Видеоблогер из Бреста в какой-то мере завоевал один из самых рейтинговых и популярных сайтов в мире. Александр М. именно так называет себя герой нашего сюжета, сможет с легкостью разобрать шуруповерт, починить шлифмашину или, к примеру, отремонтировать болгарку. Эти процессы он снимает и выкладывает в сеть. За количество просмотров талантливого беларуса отметили специальной наградой – серебряной кнопкой YouTube. Наши корреспонденты познакомились с брещанином, который на расстоянии помогает тысячам людей из самых разных точек мира – от Бразилии до Индии. Всем привет на канале Александр М. Брест. Сегодня первый выпуск из новой рубрики под названием «Подетально». Видеоролики о том, как можно самому без помощи специалиста разобрать и починить любой строительно-ремонтный инструмент, добраться до его внутренности и искоренить проблему, брещанин Александр М. наглядно показывает и подробно рассказывает на своем YouTube-канале. Среди многочисленных подписчиков блогера, их, к слову, порядка 145 тысяч, не только русскоязычные люди, но и иностранцы. Рейтинги взлетают даже несмотря на языковой барьер. Очень приятно, когда иногда с другого города, с другой страны, где приезжает сюда человек, что они там, допустим, подгонят или просто руку подожгут. Часто просто? Да, довольно часто. Секретами технического мастерства Александр делится на канале примерно раз в неделю. Контент – это обзоры, советы и мнения. За пять лет введение блога пришлось освоить азы операторского мастерства и процесс монтажа. Популярности его видеороликов могут позавидовать многие масс-медиа. До 550 тысяч просмотров может набрать одно 10-минутное видео. Активность и пользу аккаунта отметила и администрация сайта. Брещанин Александр М. стал обладателем серебряной кнопки YouTube. Говорит, секрет такого успеха банален. Выбирайте тему, которая вам нравится. Тема не будет нравиться, не будет канал. Иногда почитаешь комментарии. У меня как ни странно, их очень много положительных. Моим зрителям спасибо за это все. Аудитория очень адекватная. То есть люди пишут с разных стран. Спасибо, починил там без запчастей, сэкономил на работе столько-то, столько-то, допустим. Опять же там объясняешь, допустим, как не сломать деталь какую-нибудь при разборке. Тоже там с переключателями режимов. Часто пишут, что я мучился, там два часа, потом залез за пять минут снял. После того, как посмотрел видео. Тоже такое мотивирует. Между тем, молодой человек совмещает сразу несколько видов деятельности. Он видеоблогер, мастер по ремонту и продавец. К слову, все видеоработы рождаются в небольшой мастерской. Торговом павильоне Брестского рынка автомобильных запчастей. Именно здесь основное место работы. А любимое – разбирать на детали сложные инструменты. Этого начал практиковать с самых малых лет. А потому отсутствие технического образования делу не мешает. Планы на будущее – преобразовать хобби в основной заработок, раскручивать канал, наполнять его интересным и нужным контентом. И, конечно, быть полезным обществу. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде. На ближайшие дни я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Субтитры создавал DimaTorzok Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 24. Днем столбики термометры поднимутся до отметки плюс 24. Продолжение следует...